Итак, что же из себя представляет у нас Дава? Дава достаточно имеет хорошие показатели для всего того, чем он занимается. У него на физическом контуре, а у нас все чакры между собой образуют какие-то контуры, физический контур это Манипура из Сватхистана, он достаточно такой адаптивный тип личности, то есть он сориентируется везде, где надо, у него достаточно энергии для того, чтобы двигаться, для того, чтобы достигать определенных целей, и плюс ко всему он такой более расслабленный, мы-то все видим, какой он такой живчик, и ему это легко дается, потому что он умеет наслаждаться жизнью, посмотреть, какие красавицы у него, вокруг него, ну и сам он в принципе ничего. Дальше идет у нас эмоциональный контур, и здесь уже не так все радужно для женщин. Манипуляциям этот человек не поддастся, у него эгоистический лидерский контур, и соответственно этот человек создан для того, чтобы достигать каких-то вершин. Эгоист это хорошо, есть негативные проявления большой Манипуры, а у него она 69%, а есть, если направить ее в нужное русло, как, например, у нашего президента Путина, 81%, направленный в нужное русло, можно достигать без потолка быть, стремиться наверх, вверх по карьерной лестнице, и все будет получаться, если обращать внимание и заниматься этой чакрой, в которой энергии более чем достаточно. Поэтому, значит, манипулировать им не получится, достигать он будет всегда, между любовью и бизнесом будет выбирать бизнес, почему бы и нет, собственно говоря, просто нужно уметь с ним коммуницировать. Дальше идет интеллектуальный контур, это Вишутха и Аджина, которые у него тоже достаточно хороши, и Аджина говорит о том, что у него много фантазий, много идей, он может многое притворить в жизни, но смотрим его все социальные ролики, да, в принципе, по-моему, никто так не делал, по-моему, только Бузова, кстати. Вот, и проявленная Вишутха, то есть он умеет защищать свои границы, он знает, как правильно разговаривать с теми же самыми женщинами, да, то есть это такая личность целеустремленная, которая идет вперед, в которой много позитива, много энергии для достижения, для достигаторства, даже чувства есть, он не такой уж и не эмоциональный, у него 59% анахата, начинаю сбывать, и, соответственно, этот человек плюсом еще умеет составить свои границы и достаточно неглупый, так что в целом картинка складывается классная, ну а теперь посмотрим, что же помешало ему быть с Ольгой и что будет с Марией. Мы, конечно, не гадаем, но предположить можем. И что же по Мари? Мари, вы сейчас упадете, тоже эмпат, и, в принципе, такие же проблемы могут возникать у Мари с Давидом, но дело в том, что они точно так же совпадают по физическому контуру, видимо, так себе, да, подбирают женщин. И единственное отличие от Ольги Бузовой по внутренним каким-то качествам – это большая аджна. Большая аджна – это очень много идей, очень много фантазий, с одной стороны, с хорошей точки зрения, а с плохой точки зрения – это очень большая зацикленность. Живёт, когда человек в розовых очках, когда не понимает, почему я так сказала, зачем так произошло, уходит постоянно в прошлое. И это, конечно, будет сказываться на их отношениях, потому что человек додумывает, надумывает себе, что там Дава делает тогда, когда она не видит, когда она на концертах. И так как мужчина подбирает себе по физическим составляющим женщину, интересно, да, почему же тогда такая большая разница между Олей в возрасте и Марией. То есть, в принципе, парню, в общем-то, всё равно, какого возраста женщины, потому что думаю, что заложено здесь немного другое. Ну, пожелаем им удачи, я надеюсь, что у него всё получится. И, конечно, на нашу жизнь влияет не только чакра, но ещё и код судьбы. И здесь очень много всяких совпадений и различий. Но это уже будет слишком длинное видео, я не буду сейчас про это рассказывать. Итак, что же послужило, собственно говоря, разрывом Оли Бузовой и Давида Манутиана? Это то, что Оля приревновала его, когда он пошёл заниматься танцами на известный канал. Почему же так произошло? Оля эмпат. При всём при том, что они сошлись на физическом уровне, всегда, когда одинаковые цифры, людям вместе хорошо. У неё 33% Муладхара, 55% Сватхистана, у него то же самое. То есть на физике они друг друга просто тянулись к друг другу, да, вот вся сексуальная жизнь, я думаю, что их очень сильно устраивало. Даже на уровне Вишутхи, у неё высокая Вишутха, у него высокая Вишутха. То есть договариваться они тоже могли разговаривать, в принципе, на одном языке. Но вот с чувствами тут не сошлось, потому что Оля эмпат, ей нужны обязательные эмоции, она вовлекается в другого человека, ей нужны чувства, она без них жить не может. Да, в свою очередь, конечно, этими чувствами поделиться не мог, в связи с тем, что у него эгоистический, лидерский, эмоциональный контур. Поэтому не вовлекался её манипуляцией, о которых я говорила ранее, по поводу того, что выйди, значит, из проекта, в смысле выйди из проекта, я вообще-то деньги тут зарабатываю, меня не каждый день приглашают танцами заниматься. В принципе, логично, согласитесь. Поэтому вместе им, конечно, было тяжеловато. Оставайтесь со мной на канале, будет интересно.